добрый день дорогие друзья вы на канале мода с владанной сейчас конец лета и пора утепляться и я спешу для вас предложить вот такой образ который вы видите на мне главная деталь этого образа это кейп кейп очень модная накидка которая способна заменить пиджак кардиган сделать вас неотразимой стильной оригинальной и вот буквально недавно кейпы стали безумно популярными разные длинные короткие модные бренды мировые нам их демонстрируют нам их предлагают ну и мы их полюбили и вносим в наш гардероб кейпы отличительная их особенность это четкая линия плеча и прорезь для рук вместо рукава вот мой кейп я эту прорезь обыгрываю дополнительно складой это склада входит плечевой пояс и дает мне объем дает мне удобство дополнительное для движения рук так как многие кейпы которые я мерила в магазинах неудобны скажу вам откровенно прорезь для рук ограничивая движение и вносит дискомфорт переосмыслив различные модели я разработала вот такой вариант это кейп конкретно я шила для себя он проверен временем и я решила предложить его вам эта модель в такой расцветке универсальной которая подходит под разные низ под разные гольфики под разный верх и также его длина для меня очень универсальна она не утяжеляет она удобна и конкретно для моего 54 размера в пропорциях прекрасно смотрится это накидка которая сделана из пальтово костюмной шерсти это двухсторонняя шерсть облегченная я обработала кожаным кантом все швы она без подкладки удобная я вообще ощущаю как будто бы набросила шарф или палантин на плечи очень комфортно когда хочется на отдыхе утеплить плечи спинку вечером прохладным вечером я набрасываю на себя этот кейп также для своего образа сегодня я подобрала брюки блузу гольф они со своими интересными детальками вот вы можете на брючках рассмотреть такой карман который обработан листочкой и листочка широкая переходит в удлиненный пат лента пат и этот пат фиксируется другим патом создавая вот такую интересную легкость и необычность этим брюкам внося вот такой креатив на классических брюках тут заиграла такая стильная тема пересечения двух патов нижний пат размещен сразу под коленкой ну и пропорция так все хорошо завязалась гармонично кофточка тоже свой интерес имеет здесь два воротничка один из-под другого очень душевно на горловинке у меня разложились ну и конечно же украшение мое любимое подарок моей мамочке художнице это ее золотыми ручками сделана вот такая красивая вещь несмотря на то что камень большой он энергетический просто греет мне душу спасибо мамочки ну что продолжим вернемся к моей чудесной накидки вот вы видите вид спереди сейчас смотрите это вид со спины мое плечо я порой открываю борта или же наоборот могу закрыть могу здесь зафиксировать булавкой такая стильная удобная штучка и я вам ее очень рекомендую мой кейп вы видите в такой очень практичной расцветке но я часто делаю кейпы в своем ателье для своих любимых клиентов и разные разного цвета иногда я делаю в светлом тоне и сразу же кейп становится праздничным становится таким обязывающим по-новому звучит поэтому рекомендую кейп сделают вас стильной модной оригинальной они заслуживают того чтобы обязательно кейп появился в вашем гардеробе сейчас дорогие друзья я покажу вам выкройку на столе с подробными размерами вы увидите опять же как просто и как быстро можно этот кейп изготовить пожалуйста для моего кейпа мне понадобилась полушерстяная костюмно-пальтовая ткань вот вы видите она двухсторонняя а также мне понадобились кожаные бейки которые можно нарезать как из натуральной кожи так и из эко кожи кожаные бейки нам необходимы 9 штук длиной полтора метра шириной 2 сантиметра они обрабатывают стыки между кроем между деталями а также край нашего изделия обрабатывают пройму прорезь и максимально делают качественно мое изделие вот вы видите насколько все аккуратненько красиво заделаны уголочки заделаны швы то есть нам нет необходимости в припусках все это детали стачиваются посредством кожаных беек у меня это изделие без подкладки однослойная без подбортов оно максимально облегчено удобно комфортно вы видите стойку перед изделия пройму прорезь которая переходит в складу вот и это склада ее эту мою пройму перекрывает также вам видно плечо на плече расположено три вытачки именно эти три вытачки и позволяют форме перейти со спинки наперед плавно плавно в форме развернуться по ручке и перейти наперед для того чтобы вам было понятно я подготовила схемы выкройки чертежи покажу вам раскладку на ткани моего кроя и также я сделала в миниатюре мой кейп раскроила чтобы вы видели эти детали и как его делать максимально быстро и просто вот мой кейп он состоит из двух больших деталей это спинка переходящая вперед вторая деталь симметричная они стачиваются между собой по центру спинки вот вы видите этот шов стачивания также нам необходима деталь стойка стойка имеет размер шесть шесть с половиной сантиметров в ширину и метр четырнадцать в длину но необходимо вырезать метр двадцать в длину для того чтобы ткань может дать усадку для того чтобы не ошибиться в процессе стойка проходит по горловине спинки и переходит на полочку на перед вот она такая длинная и когда кейп перед отворачивается вы видите вот она цельная проходит без среднего шва посерединке у нас сгиб также нам необходим росток росток соединяется с передом вот полочка она заходит под складочку и в районе плеча соединяется с росточком вот такие основные элементы кроя моего кейпа три вытачки с одной стороны они нарисованы с другой стороны зашиты вот наш средний шов по спинке а также наша пройма прорезь которая вот видите здесь линия это линия перегиба склады и вот я загибаю складочку и вот по переду намеченная линия приложения этой моей складочки таким образом образуется моя прорезь моя пройма и все это максимально аккуратно входит в нашу стоечку вот вот так опять же все просто и вытачки вот они зашиты 3 вытачки средняя вытачка как раз по середину плеча проходит и вот к этой средней вытачки вот здесь подходит наша полочка вот она заканчивается по линии плеча сейчас вы это все увидите в размерах на чертеже еще раз посмотрите на мои детальки как оно все обработано вот как обработан край одно за другое заходит вот мои сшиты между собой бейки кожаные потом они разглаживаются в них вставляется детали кроя все последовательно аккуратно здесь нужно потренироваться отработать на кусочки вы видите в общем то просто аккуратно и красиво вот сейчас я вам покажу мои вытачки на плече они не срезаются опять же чтобы нигде ничего не высыпалось не вытрепывалось и все максимально было заделано на крое нам нет необходимости в припусках единственное место где есть припуск сантиметровый это вот место стачивания переда с ростком вот тут припуск а на всем остальном крое припуски не предусмотрены везде роль стачивания выполняют наши канты чудесные главное чтобы ваша ткань не была грубой и не была рыхлой то есть это должна быть золотая серединка по по плотности то есть она должна быть мягкая но при этом держать форму и не топорщится вы видите рисунок на ткани мы работали с однотонными кашемирами с различными тканями поэтому подобрать подобную ткань с подобными характеристиками сейчас не составляет большого труда в магазинах интернет магазинах выбор достаточный так все переходим к моим чертежам вы видите основную схему со всеми размерами привязки моего кейпа это кейп оверсайз он хорошо садится на разные фигуры с небольшими корректировками естественно если девочка худенькая может быть ей необходимо уменьшить прорезь и немножко схлопнуть общие размеры габариты ну и соответственно также полной женщине необходимо будет поддобавить общие габариты и оно все должно сесть помимо этой схемы вы увидите крупным планом все размеры будет еще дополнительно разобран фрагмент привязки размера по вытачкам и по построению моей проймы проймы прорези а на этом чертеже видно еще и расположение кроя на ткани нам необходима ткань длиной полтора метра при ширине метр сорок или полтора метра в зависимости от того какая ширина ткани и вот учитывая то что шерстяные ткани пальтовые они имеют направление ворса поэтому все выкладывается в одном направлении для экономной раскладки вот возможно ткань выкройку заложить одну под другую вот перед нашего кейпа и здесь симметрично расположение деталей и стойка вот как экономно и компактно располагается моя выкройка так как ширина этой детали 91 сантиметр поэтому у нас не получится в ширину полтора метра разложить две детали в этом вот с такой сдвижкой все качественно аккуратно раскладывается и на спине у нас получается по серединке шов стачивания этих двух деталей вот все размеры их видно размер общий 91 сантиметр на 82 здесь размеры привязки точек плеча нашей горловины и самое главное это построение проймы пройма направление вот ее дано точечки привязаны от которых нужно отталкиваться и когда у вас вот эти вот все размеры они есть вы их нанесете параллельно это все выстраивается потом легко будет лекалом соединить эти направляющие и у вас получится ваша пройма все эти размеры в увеличенном масштабе масштабе один к одному мы сейчас рассмотрим на чертеже вы видите схему все подвязано вытачки три вытачки горловина склада и моя пройма прорезь основные точки они привязаны и направление этой линии от которой строится наша пройма вот эти размеры этих наших параллелей все привязки показаны в принципе все просто понятно только последовательно надо все эти три вытачки нанести вот средняя вытачка проходит четко по линии плеча и все это дает возможности форме развернуться из плоскости перейти в объем то есть вот наши три вытачки склада и пройма а это участки моей горловины вот они внимательно вникайте сейчас оператор еще крупнее пройдет по всем размерам чтобы вы это смогли перенести на свой чертеж исходя из своего опыта так как было пошито достаточно много этих кейпов в моем ателье они шьются быстро просто понятно и легко немножко нужно настроиться на бейки кожаные набить руку вот но в общем то все возможно все получается кейп стильным красивым палантином упадет на ваши плечи и будет согревать вас прохладными летними и осенними вечерами дорогие друзья я надеюсь вам понравился мой сегодняшний обзор это чудесная накидка накидка которая пришла к нам из средневековья а сейчас это любимая одежда европейских модниц ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал буду вас радовать своим креативом до скорых встреч всего вам доброго и Субтитры сделал DimaTorzok